Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, что существует три красных флага, которые влияют на то, что ваши отношения сходят на нет. И зачем вам вообще это знать? Обычно ко мне обращается женщина, когда уже произошло расставание, а женщина такая в попыхах, что делать, как быть. И чтобы такого не случилось, я вообще за то, чтобы понимать, что происходит в отношениях, и чтобы уметь на это повлиять. И сегодня я расскажу как раз про три красных флага, которые приводят к тому, что отношения сходят на нет. И лучше об этом, конечно же, знать. И во второй части я расскажу про три совета из интернета, которые отталкивают мужчину. И я буду делиться из опыта, потому что цена отношений. Я работаю уже 10 лет. И, конечно же, очень много нюансов я знаю. Вот, поэтому поехали сразу. И первый красный флаг – это когда ваши отношения переходят из близкого в такое формальное общение. Что такое формальное общение? Когда вы раньше, допустим, могли поделиться на кухне за чашечком чая про ваши планы, про то, что бы вам хотелось, про то, допустим, что вы хотели вместе попробовать, то вы замечаете, что вы начинаете общаться формально. Формально – это как? Формально – это когда вы просто, типа, про работу что-то рассказали, там, купить хлеб, молоко. Вот. И на этом как бы всё. Каждый начинает жить как будто бы своей жизнью. Вот. И, соответственно, это приводит к тому, что люди начинают жить под одной крышей, как соседи. И после того, как они начинают жить как соседи, происходит постепенно отношения сходят на нет. Поэтому, дорогие друзья, если вы обратили внимание, заметили, что ваше общение из такого близкого, тёплого, такого классного перешло на формальное, то ваша задача – взять и самой проявить интерес. То есть начать интересоваться мужчиной, то есть делаете первый шаг и интересуетесь. То есть не с позиции той, что вы допрашиваете, а с позиции той, что интересуетесь искренне о его планах, о том, что бы он хотел бы вместе попробовать. И рассказываете тоже про своё внутреннее, то, что вы чувствуете, то, что бы вам хотелось. Вот. Следующий такой красный флаг – это появились взаимные претензии. И это довольно такой частый случай. Как это проявляется? Люди начинают упрекать друг друга в том, что «а ты вот так делаешь», «а ты по-другому был». И какие-то такие взаимные претензии появляются. И конфликты завязываются, недовольство. И такое напряжение начинает расти, расти, расти вот это напряжение. И к чему это всё приводит? Приводит это к тому, что, знаете, как снежный ком, вот, всё начинает скапливаться, 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 и происходит расставание. То есть в какой-то момент после ссоры вы взорвались, и всё. И это происходит из-за того, что люди закрываются себе и перестают проговаривать сразу то, что мне нравится. Благодарю вас, что делитесь эфиром, ставите лайки. Я одновременно провожу на двух площадках. Вот. И что это происходит? То есть что-то вам не нравится. Что-то вас не устраивает, что-то вас раздражает. Но вы об этом не говорите мужчине. То есть вы замалчиваете, замалчиваете, замалчиваете. Вот. И дальше это всё как снежный ком скапливается, 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 и появляются взаимные претензии. То есть, знаете, когда стаканчик наполнится до верха водичкой, то вода начинает выливаться через верх. Вот. Соответственно, ну как бы происходит напряжение в паре растёт. Растёт и происходит расставание. Потому что уже как будто бы тяжело друг с другом находиться. Потому что напряжение очень сильное. Это напряжение, оно усиливается с каждым, с каждым днём. И у меня такая рекомендация вам о том, что важно проговаривать сразу то, что вам не нравится, то, что вас не устраивает. То есть, сразу вы говорите, что, слушай, ну вот, когда ты делаешь там, не знаю, когда ты задерживаешься на работе, или когда ты сразу не отвечаешь на мои сообщения, то я расстраиваюсь, я переживаю, если накручиваю целый мексиканский сериал. Вот. Пожалуйста, ну, отвечай на мои сообщения, или скажи что-то попозже, занят. Ну, то есть, да, мне какую-то реакцию. Понимаете, да? А когда вы один, второй, третий раз вот это замолчали, вас начинает колбасик внутри, вас начинает распирать. А вот. И вы хотите, знаете, как бы вспомнить, какая-то причина произошла, и вы начинаете вспоминать ещё то, что было неделю назад, то, что было месяц назад. Вот. И это всё начинает длиться с вас. И мужчина такой стоит и думает, блин, что происходит вообще? Что у тебя такое происходит? Вот. И затем, когда вот это, ну, кстати, пишите в комментариях вообще, у кого такое было, кто понимает, о чём я. То есть, когда вот эффект такой взорвался, вот. И потом через какой-то, ну, высказала всё, что можно было бы и не высказывать. Можно было бы как-то солидарнее. Вот. И получается так, что мы, ну, как бы в этот момент, вот такие, в такой ссоре, да, в такой претензии, можно даже высказать больше, чем хотелось бы. И вот это больше, оно, партнёра в душе затайпается. И, конечно, это неприятно, да, такое неприятное, пусть и остаётся. И, соответственно, так, звук отпишет, что нет. Странно. Добавьте, пожалуйста, звук. Добавьте, пожалуйста, звук, потому что, ну, потому что здесь я вроде как бы всё включила. Вот. Идёмте дальше с вами. То есть, ваша задача, когда вы чувствуете, что вас что-то не устраивает, вам что-то не нравится, вы это проговариваете сразу. То есть, приучите себя, чтобы это всё не скапливалось. Вот. Вроде как бы неудобно сразу сказать, что подумает партнёр. Нет, всё удобно. Неудобно присы через колу одевать, а всё остальное удобно. Поэтому приучайте себя проговаривать и не скапливать себя. Вот. Следующий, третий такой флаг, да, вот, который приводит к тому, что происходит расставание даже, да, вот. Это появилась некая пропасть между вами. Что такое пропасть? Это когда чувствуется отдаление. Чувствуется, что партнёр как будто бы, как будто бы далеко находится ещё дальше, ещё дальше, ещё дальше от вас. Вот. И эта пропасть, это некий третий такой шаг, да, вот, когда сильные претензии, когда появились уже у вас напряжения в паре, то тогда появляется вот этот третий флаг, это пропасть, то есть как будто бы не хочется контактировать друг с другом. И такое ощущение, что как будто бы вы начинаете жить отдельно, отдельно друг от друга. Поэтому, дорогие друзья, когда вы чувствуете, это на уровне таких ощущений, да, вот чисто на уровне ощущений появляется, что такое отдаление, как будто бы некая пропасть, ваша задача, ну, как будто взглянуть назад, посмотреть, что там вообще было, что было до этой пропасти. Как правило, это что-то непроговоренное. Как правило, это то, что накопилось, да, и ваша задача просто сесть, ну, как бы проговорить, что вы чувствуете, что у вас на душе. Потому что когда, ну, как, когда вы замалчиваете, у вас включается следующий механизм. Кстати, механизм этот включается всегда. Сначала вы что-то замолчали, а вот затем у вас появилось такое ощущение, что вам не хочется контактировать с партнером, то есть хочется, ну, как-то, не знаю, больше отдалиться. Вот, а затем вы можете проявлять в его адрес некую, даже вот какие-то, знаете, как, как критику, как что-то он не так делает, а нужно как-то по-другому, вот, и затем вам не хочется общаться друг с другом. Вот, и чтобы этого всего не происходило, вот этого отдаления, нужно вообще-то, ну, как бы поговорить вот по душам, да, вот, то есть кому что не устраивает, потому что, как правило, это происходит потому, что есть недосказанности, и этих недосказанностей, какие-то обиды, что-то там заталилось, и появляется такая пропасть. То есть пропасть – это уже в шаге от расставания. Вот, поэтому, дорогие друзья, если вы это почувствовали, увидели, то есть не ждите от партнера, потому что женщины, как правило, они что-то ждут от партнера, они думают, что мужчина, вот, как-то что-то может повлиять, что-то может сделать, вот, и ваша задача – не ждать от мужчины, а взять все в свои руки и просто поговорить там, что, что и как, какие обиды там затаились. Вот, а вообще больше у меня советов по отношениям, по тому, как сохранить, разбить отношения в моем Телеграм-канале. Поэтому, кто меня смотрит, кто будет смотреть записи, то вы можете присоединиться, и там очень много такой полезной информации я делюсь. Зачем вообще это знать? Потому что, знаете, как я замечаю, что многие девушки, они что делают? Они, когда уже что-то происходит, да, вот, когда уже пахнет таким жареным, то они начинают тогда в гугле спрашивать, что и как делать, как быть, и ваша задача, ну, просто в эту тему отношений вникнуть и понимать вообще, что происходит, чтобы вы могли влиять на отношения. И я, конечно, этому всему обучаю, у меня очень много в свободном доступе материалов, есть у меня курсы, тренинги, канал Телеграм, поэтому вы можете вполне обучаться. Вот. Мы переходим сейчас к теме «Три совета, которые отталкивают бывшего». Когда происходит расставание, да, когда вот эти все три флага, их намного больше, но я вам рассказала основные. И когда эти три флага, они привели к тому, что женщина пропустила, вот, то в таком случае, в таком случае, что происходит? Происходит расставание. И когда происходит расставание, через время женщина думает, вот, было бы так здорово, если бы мы восстановили отношения, потому что не такие плохие были отношения. Вот. И начинает, что делать? Какие-то шаги для того, чтобы восстановить отношения. Она открывает интернет, начинает мониторить вообще все-все-все. Оттуда, 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 вообще отовсюду, от всех экспертов и неэкспертов. Начинает слушать советы, голова кипит, каша в голове, непонятно, что делать, и применять все подряд. Я все так говорю, дорогие мои, когда у вас, блин, голова, вы же не открываете всю аптечку и не, там, не знаю, не берете все таблетки, вы же берете конкретно от головы. Зачем вы применяете к теме отношений все советы? Выберите себе одного эксперта, выберите одного тренера, да, вот, которому вы будете следовать советы. Вот. Вот. А не применяйте все подряд, потому что очень легко оттолкнуть, поломать все и партнера, и поломать все. Вот. И три совета из интернета, которые, которые женщины совершают и тем самым отдаляют мужчин. первое, это когда вы напоминаете о себе смс типа «Доброго утречка», «Спокойной ночи», «Как дела», «Как ты», вот. То есть вы уже расстались, и вы такие напоминалки отправляете для того, чтобы вдруг мужчина не забыл. И есть такие гуру в интернете, которые советуют о том, что напиши такой смс, напоминая себе, и он потихонечку, потихонечку там будет мысленно думать о тебе, возвращаться. На самом деле, эти смс, они что делают? Они вызывают раздражение. Когда мужчина получает такие смс, он такой, ну блин, ну сколько вообще можно такие смс писать? То есть, когда у вас все хорошо в отношениях, то тогда, да, это прикольно, это круто, но писать друг другу и желать доброго утрать в какой-либо ночи. Но когда вы находитесь в расставании, то эти смс, они выглядят очень-очень навязчиво, и, как правило, вызывают раздражение, или мужчина даже может блокировать. И такие, вы там, пописали недельку, доброго утра, спокойной ночи, и оказались там вдвоем. Женщина обычно думает, господи, что я так не так сделала, а советовал же какой-то эксперт, и не сработало. Чтобы такого не было, выберите себе одного эксперта по теме, кто вам откликается, вот у кого есть результаты, и просто применяйте его советы. Следующее, это когда вы внутри хотите восстановить отношения с мужчиной, наладить отношения, но по совету с интернета вам сказали, что нужно его заблокировать чертовой матери. И вы блокируете его и ждете, и ждете, типа, когда мы помиримся. Это такой абсурд, когда обычные женщины пишут, что я вот это применяла, мне посоветовала психолога, чтобы заблокировать его, и ничего не происходит. Я говорю, а что должно происходить? Но он же должен как-то проявлять. То есть, смотрите, когда происходит расставание, то, допустим, вы его заблокировали, мужчина через какой-то период, даже если захочет вам написать, даже если захочет напомнить за себе, спросить, как у вас дела, он этого делать не будет, если он увидит, что вы его заблокировали. Почему? Потому что это считывается, как будто бы вы прям такие обиженные, и как будто бы вы не хотите с ним общаться. Поэтому это редко какой мужчина будет, не знаю, отправлять вам деньги на карточку из смс, понимаете, да? Вот, то есть это прям, ну, очень-очень редкий случай. В основном мужчина смотрит, что вы его заблокировали, вот, соответственно, ему нечего вам сказать, окей, заблокировала, так решил и все. И то есть в этой ситуации просто бесполезно ждать. То есть бесполезно ждать о том, что мужчина как-то будет проявлять себя. То есть он увидел, и вы его еще больше, ну, как бы, оттолкнули, отдалили от себя. И, соответственно, не ждите, пожалуйста, что, вот, что-то как-нибудь оно исправится. Вот. И больше советов у меня про восстановление отношений, про отношения в моем телеграм-канал. То есть если вы будете смотреть на ютубе, это в комментариях под видео, если вы смотрите меня в тиктоке, в другой социальной сети, посылка в шапке профиль. Окей, следующее – это писать прощальные письма. Когда вы пишете прощальные письма, как они звучат? Они звучат, что вот мое последнее письмо, больше я тебе писать не буду, я тебе желаю всего самого наилучшего, спасибо там за икс лет или за то, что ты делала для меня. Вот. И вот такая как бы простыня. Вот. И психологи советуют написать. Вот. И знаете, что вообще такое письмо вызывает? Во-первых, когда мужчина читает такое сообщение, ну, вы как будто бы признаете то, что вы были там во многом не правы. И даже если он на такие моменты он не обратил внимания, то в письме он, конечно, на это обратит внимание. Обратить внимание и, ну, как бы увидит, что да, ага, об этом я даже не думал, это я как-то уже забыл. И вы очень много моментов ему просто, не знаю, подсветить. Вот. И это еще прибавится к той причине расставания, которая между вами произошла. Поэтому этого делать, соответственно, не нужно. Нужно писать прочальные мысли. Вот. И знаете, чтобы вас вообще в отношениях не происходило, ваша задача не принимать решения изгоряча. Вот. То есть, не знаю, допустим, какое-то отдаление у вас происходит или произошло расставание. Не важно, что в отношениях происходит. Обычно, когда мы, не знаю, нас накрыла какая-то волна эмоций, вот, хочется, не знаю, предъявлять претензии, хочется еще что-то там провести, прижать партнера в стенки и обо всем договориться, обсудить, то ваша задача этого не делать. Почему? Потому что, как правило, вот сгоряча можно наговорить очень и очень много всего. И что впоследствии останется такое неприятное ощущение внутри и, да, в зависимости от психотипа, в зависимости от характера мужчины, это может перевести к тому, что вот эта обиду, ну, не даст перескопить, знаете, как будто неким барьером между вами. То есть, сначала, даже если у вас, не знаю, какой-то приступ эмоций, что-то произошло такое прямо значимое для вас, не знаю, пройдите, прогуляйтесь, возьмите, переключите себя, остыньте, остыньте. И потом нужно будет уже или говорить, или там прояснять, или что-либо делать. То есть, мы все делаем из такого нейтрального состояния, нейтральной позиции. Потому что вот по опыту говорю, очень много происходит расставания именно тогда, когда люди вот на эмоциях, а она на эмоции, он на эмоциях, это все порукались, наговорили разные гадости, и потом эта гадость, она внутри сердца остается, понимаете, и она как помирит. Даже если вы помиритесь, да, даже если будет быть все хорошо, то все равно эта осадочка такой неприятный останется внутри. Вот. Хорошо, дорогие мои, это то, что я хотела вам рассказать. Больше советов у меня в Телеграм-канале, вы можете присоединяться. Кто смотрит меня на Ютубе, это будет в комментариях под этим видео, в ТикТоке, в Инстаграме, это по ссылочке в шарку профиля. И тема отношений, да, вот она довольно управляема. Потому что многие вот в эту тему не копают, да, в кавычках, ну, думаю, что оно как-нибудь все само, вот. И очень многие из нюансов не знают. И когда происходят вот такие даже три плага, о которых мы поговорили, или когда происходит расставание, то просто нет информации, как вообще действовать, как быть и что делать. И ваше стать вот, когда даже многие девушки читают мои материалы, особенно какие-то эфиры слушают, то они как будто бы сеют в себя нужную информацию. И когда происходит какая-то ситуация, вы уже понимаете, как я это слышала, значит, лучше вот так действовать. То есть достаете, достаете то, что уже ранее вы заложили в себя. Поэтому слушайте, смотрите, обучайтесь, вот. Потому что я выдаю именно такую выжимку за 10 лет работы женщины, да, в том числе я с очень многими тысячами женщин поработала в теме отношений и продолжаю работать. И просто вижу те нюансы, которые многим людям просто неизвестно, потому что они в эту область как-то не смотрели. Вот. И поэтому любую проблему в отношениях вообще можно решить. Вот. И если вам нужна помощь, обращайтесь с радостью к вам. Кто будет смотреть ютубе, это посылочка в комментариях, в тиктоке, инстаграме, это посылочка в шапке. Хорошо, дорогие мои, я обнимаю вас. Присоединяйтесь к телеграм-каналу. Вот. Там тоже очень много полезной информации. Рада была сегодня с вами пообщаться. Вот. И в телеграме я больше всем действую с их аудиторией. Хорошо. Всем хорошего дня. Обнимаем вас. И до новых встреч. Пока-пока.